Привет! В этом видео я расскажу о форматировании текста с использованием пакета FIMT. Я объясню о вербах, управляющих последовательностях и различных вариантах функции printf. Пакет формат, сокращенно FIMT, представляет функциональность печати в терминале и форматирование строк. Он представляет три основных функции. Первая, printf, позволяет вам полностью настроить формат вывода. print – это базовая функция, которая печатает одну строку. println, которую мы широко используем, печатает строку и автоматически добавляет новую строку в конец. Кроме того, существуют варианты F и S для каждой из этих функций. Вариант F выводит данные в поток данных, и каждая из функций начинается с буквы F. Вариант S выводит данные в новую строку, и каждая из этих функций начинается с буквы S. Таким образом, эти три функции используются для вывода в терминале. Три функции с F используются для записи в поток данных, например, в файл. И три варианта с S используются для создания новых строк. В языке Go вербы – это символы, используемые в пакете FIMT для форматирования вывода. Давайте рассмотрим вербы, которые являются частью функции printf. Обратите внимание, что они также применимы к sprintf и fprintf. Эти вербы описывают, как должно быть отформатировано содержимое при создании строки. Если мы используем %v, это просто значение по умолчанию, которое будет выведено для заданного типа данных. Если это число, оно будет напечатано как число. Если это строка, она будет напечатана как строка. Если мы используем %t с булевым значением, будет выведен значение true или false. %c будет выводить символ. Используйте его для печати символа типа run. Поскольку run является числом, если вы используете %v для печати run, получите число. Но для получения фактического символа используйте %c. С %x будет выведен 16-ти речный код числа. Например, для числа 10 вы получите a в 16-ти речном формате. С %u для значения типа run будет выведено данные в формате Unicode. В результате получите u плюс число, которое является кодовой точкой символа в таблицах символов Unicode. И, наконец, используется %e для вывода числа в научной нотации. Возможности форматирования гораздо больше. И документация пакета FMT содержит полный список всех доступных вербов, которые возможно использовать для форматирования строк. Кроме того, у нас есть управляющие последовательности, которые позволяют вставлять специальные символы в строки. Символ, который начинает управляющую последовательность, это обратная косая черта. Если вы хотите вставить обратную косую черту в строку, вам нужно использовать две обратные косые черты подряд. Первая используется для экранирования самой обратной косой черты. Также мы имеем одинаковые кавычки, одинарные кавычки и двойные кавычки. То же самое, символ новой строки, это //n, используется последовательность //u или //u. Вы можете встроить символ Unicode, используя его кодовую точку. Вы передаете //u, а затем номер для конкретного символа, который вы хотите отобразить. И, наконец, с помощью последовательности //x вы можете вставлять сырые байты, что иногда может быть полезно. Если вы создаете пакет сетевого соединения, вы можете просто вставить байты после //x. Они должны быть в 16-ти ричном формате. Давайте рассмотрим пример использования printf с помощью вербов и управляющих последовательностей. В первом примере у нас просто Hello World. И мы используем управляющую последовательность //n для перевода строки. Принт f не добавляет перевод строки автоматически, поэтому вам захочется добавить //n в конец ваших printf. Во втором примере мы используем верб по умолчанию //v. У нас есть //v, и //v с восклицательным знаком. Эти два //n будут заменены на то, что находится после этой строки. Это вариантик функции. У нас есть две строки, Hello и World. Первая строка будет замещена первым //v, а вторая — вторым //v. В последнем примере у нас есть двойные кавычки внутри строки. И мы должны их экранировать, потому что строка также заключена в двойные кавычки. Таким образом мы используем экранированные двойные кавычки и перевод строки. Когда мы напечатаем эту фразу, this is quite, она будет окружена буквальными двойными кавычками. Теперь давайте рассмотрим //sprintf. //sprintf возвращает строку. То есть вы форматируете строку и возвращаете ее, а затем можете использовать ее по своему усмотрению. Здесь у нас есть функция с названием surround, куда мы передаем сообщение строку и некоторые руны. Мы окружаем левую сторону строки одной руны, а правую сторону другой руны. Затем функция возвращает строку. Поскольку мы используем функцию //sprintf, в наших вербах мы используем процент c, который будет соответствовать символу, представляемому указанной руной. Таким образом, если у нас есть руна с символом a, при использовании процента c, вы получаете букву a, а не число для a. У нас есть процент c, процент v и опять процент c. Таким образом, левая руна, значение по умолчанию и правая руна. Ниже в нашем коде мы просто вызываем функцию surround с сообщением и открывающими и закрывающими скобками. Поскольку мы используем одинаковые кавычки, это руны, а сообщение, которое будет выведено, находится ниже. Это будет сообщение, окруженное скобками. Давайте подведем итог. Printf использует вербы для форматирования и печати данных. sprintf печатает в новую строку, а не в терминал. fprintf печатает в поток данных, а не в терминал. И управляющие последовательности могут использоваться для печати специальных символов, если это необходимо. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч в новых роликах.